Снова лихорадь Минздрав Республики. На этот раз председатель Следственного комитета России Александр Бастрокин, впрочем, возбудит в Башкирии уголовное дело за невыдачу льготных препаратов. Тоже председатель Следственного комитета. Якобы обратился житель Республики, у которого ребенок страдает тяжелым заболеванием, и Минздрав отказал ему в лекарствах. Только после обращения в местный Следственный комитет, Министерство выдало три упаковки препарата. Однако регулярно его все равно не выдавали. Я напомню, что буквально месяц назад был скандал с чиновницей этого министерства. якобы было утилизировано лекарство для онкобольных на 31 миллион рублей, которые просто вовремя не раздали. Что и не так у нас в Минздраве? Российское законодательство предоставляет определенной категории граждан право выбора денежной или натуральной формы социальных услуг, в том числе бесплатных лекарств. Для получения денежных средств на предстоящий год человек должен до 1 октября сделать выбор, четко осознавая, что на целый год утрачивает право на получение бесплатных лекарств. Ежедневно я вижу, как пациенты, мои близкие, родственники, которые сделали выбор в пользу денежных компенсаций, тратят полученные средства не на приобретение лекарств, а используют их на нужды. Я вижу, как вы все с добрыми сердцами хотите помочь своим внукам, родственникам. Однако, когда заболевание проявляет себя, вы жалеете о своем выборе. В Минздрав пришел Хабиров и его команда. Это примерно так же, как с башкирским спортом. То есть первопричина всех этих проблем, она, конечно, глубже, чем Хабиров. То есть это общий страновой кризис, то есть кризис системы над здравоохранением и так далее. Но куратором всех этих событий здесь является, безусловно, ради Хабиров. То есть это его люди, это его команда, это его стилистика управления, это его система свой-чужой. Она породила вот эти вещи, что в спорте, что в Минздраве и так далее. Если говорить о деталях пришедшего, то невыдача редких лекарств детям, абсолютно рядовая практика в Республике Башкортостан и таких случаев огромное количество. Вот поговорите с Элеонорой Романовой, большой специалист в этой области. То, что касается просрочки лекарств и невыдачи их онкобольным, здесь есть два аспекта. Первое. Вопрос к этой чиновнице. Зачем столько закупили? Чем таким замотивировала фармакомпания Минздрав, чтобы он вдруг закупил этот объем лекарств? Второй вопрос. Почему не был реализован механизм выдачи бесплатных лекарств? Это непростой механизм. Просто так нельзя получать бесплатные лекарства. Что там нужно оформлять массу документов и предписания от лечебных учреждений. Но, видимо, просто поленились это делать. Так сейчас это все в цифре. Это все даже не на бумагах. Но это кажется, что это так просто. На самом деле это не так просто. Ведь Сергей Жуков не смог принести справку об отсутствии судимости. Хотя, наверное, Центр сберком мог запросить в Министерстве внутренних дел информацию в цифре, как вы говорите. А он же не принес справку. Она готовится 38 суток. Это надо было подгадывать. Так что нет. Если говорить в общем, то Башкирский Минздрав – это плоть от плоти хабировская команда и подход хабирова к управлению регионом. Если говорить в деталях, то да, надо разбираться. И мне, кстати, интересна судьба этой чиновницы, которая сгноила на 31 миллион лекарств онкобольным. Ну, первый вопрос – как есть пицца? То есть отсутствие этих лекарств в лечении людей вполне возможно повлекло их гибель. Я не буду этого утверждать, но такое возможно. То есть люди не получили лекарства и могли погибнуть. Либо они страдали и прочее. А второй вопрос – ей за это будет просто ата-та? Так она уволилась. Или просто ее уволят, что самое страшное, видимо. Она уволилась. Для хабировских чиновников это самое страшное – потерять полянку-кормушку. А может быть ей в тюрьму? Нет? Вот у меня вопрос о банальной социальной справедливости. То есть человек наносит ущерб бюджету, государству, людям на 31 миллион рублей и просто увольняется, что ли? Я вам напомню про уже бывшего главврача Ишимбайской ЦРБ Валерия Шапочкина, который тоже там пострадал в ходе конфликта со своей же скорой помощью, но он также покинул пост. К сожалению, незавидное у него. Видимо, это самое страшное наказание. Но, правда, вы взяли на работу в Подмосковье. Да-да-да. Видимо, в Красногорск.